Начну я, пожалуй, вот с чего. Вот незадолго до того, как министр Фурсенко покинул свой высокий пост, к нему пришло письмо, написанное с нашим участием и подписанное президентом Российской Академии Наук. Вот я сейчас просто хочу дочитать некоторые абзацы этого письма. Они достаточно хорошо характеризуют ситуацию. На протяжении веков астрономия была и остается одним из бесспорных лидеров человеческого знания. Своими открытиями не только стимулируя развитие физики и математики в целом, но и продвигая технологию постановкой амбициозных задач, создание сверхчувствительных приемников излучения, беспрецедентно смелых инженерных находок, реконструирование больших телескопов и приборов, при создании космических аппаратов. Фундаментальное значение астрономии как самостоятельной науки хорошо осознается во всем мире. Так в США расходы на астрономию вышли на второе место после биологии. Среди Нобелевских лауреатов последних десятилетий много астрофизиков. Особенно важно, что астрономия связывает достижения разных наук в единую общую картину мира, распространяя элементарные знания о наблюдаемых астрономических явлениях, о месте человека, Земли и Солнца во Вселенной. Она дает прививку против назойливой пропаганды оккультных наук и мистики. Астрономия является теоретической и практической основой космонавтики, спутниковой навигации, в том числе и оборонного значения, радиосвязь и телевидение, всемирная компьютерная сеть, медиослужба, глобальная экология. Эти и многие другие отрасли основываются на методах и результатах астрономии и требуют квалифицированных астрономических кадров. 2009 год был объявлен ЮНЕСКО годом астрономии. Наша страна, 50 лет назад проложившая дорогу в космос, ответила на всемирный рост интерес к астрономии, ее исключением из числа школьных предметов. Нас серьезно беспокоит утручающая безграмотность большинства выпускников современной школы в элементарных вопросах мироздания. Во многом это вина как недостаточно продуманной системы школьного образования в области естественных наук, так и органов массовой информации, часто рекламирующих не науку, а коммерческие лженауки, такие как астрология. Вырастает научно-безграмотное поколение, часто со средневековым представлением об окружающем мире. Мы предлагаем вернуть в старшую школу профильный уровень астрономию как отдельный предмет. Это потребует также одновременного изменения программ подготовки учителей в педагогических университетах, восстановления специальности учитель физики и астрономии и изданий соответствующих учебников, учебных пособий и методических разработок. Вот такое письмо прошло в министерство. Ну, ответ на это письмо Черепощука и меня как его заместителя по учебным делам включили в мониторинговую комиссию по разработке государственных стандартов образования. Мы там пробовали где-то два или три занятия, два или три заседания. Нам как-то очень ласково и ненавязчиво дали понять, что мы тут лишними. На этом все прошло. Теперь, уже в этом году, когда министерство образования затребовало план развития астрономии академических учреждений, этот план был разработан общественно, такой общественный комитет при министерстве, но, естественно, с участием академических учреждений. Мы нас тоже привлекали. И там есть пункт про астрономическое образование, где снова подчеркивается необходимость введения астрономии, по крайней мере, в профильных классах и гимназиях как отдельного предмета. Ситуация, пока еще никаких положительных откликов тут здесь не наблюдается. Ситуация неопределенная. И очень трудно сказать, чем все это может кончиться. Но надо вот что иметь в виду. Что пока идет разговор относительно того, как астрономию включить в школьную программу отдельным курсом, а разговор этот непростой. Потому что астрономия у нас же была, как отдельный курс. Это, конечно, много больше, чем ничего. Но если за выпускным классом идут экзамены, экзамены по физике, а астрономии там не предвидится, то внимание будет близко к нулю. С исключением тех школ, где действительно есть энтузиасты, астрономы. Поэтому важно также и включить некоторые основополагающие вопросы астрономии в выпускные экзамены, в ЕГЭ. Это было подчеркнуто, кстати, в предложениях о развитии астрономии в России. Но пока дело идет и будет идти долго, даже при самом благоприятном раскладе, поскольку учителей астрономии катастрофически не хватает даже для тех крупных городов, где есть астрономические учреждения, нужно думать о том, чтобы элементы астрономии были не выброшены, а наоборот органично вплетены в курс тех предметов, на которые никто не покушает, по крайней мере, с качественной стороны. С количественной стороны все, как вы знаете, ужимаются число часов на научные дисциплины. И, естественно, астрономия теснее всего связана с физикой. Ясно, что курс физики должен отражать вот такое направление, как распространение законов физики на всю наблюдаемую Вселенную и демонстрация того, что, в общем-то, мир познаваем, и особой мистики здесь ожидать не приходится. Ну вот, руководствуюсь этими соображениями, лет 10 тому назад собрались три человека, это самая инициативная, это доктор педагогических наук Алла Алексеевна Фадеева, и с физического факультета здесь у нас был доцент Кусилев и я, три человека, решили попробовать создать учебники физики с элементами астрономии. Ну, как ни странно, получили добро довольно быстро и начали работать над учебниками. Первые учебники вышли в начале 2000-х годов, в середине 2000-х годов, потом некоторые переиздавались. Сейчас мы имеем учебники, с которыми я вас, любой желающий, могу познакомить, поскольку, к моему удивлению, далеко не все о них знают, хотя в некоторых школах просто от них ищут. Это учебник физика 6-го класса, о, прости, 7-го класса, 8-го класса и 9-го класса. Это учебники физики с элементами астрономии и частично экологии, которые здесь тоже захватываются немножко больше, чем обычно. Задача была неповерно сложная, потому что, во-первых, я сам убедился, что астрономия физику вплетается с трудом, потому что это отработанная уже методика по физике, где одно следует за другим, и астрономия здесь может претендовать только разве что на иллюстрацию, на иллюстрацию того, как работают законы физики. Но это уже немало. Важно другое, что сейчас в 2-й классах на 9-й и 11-й предусматривается заключительный раздел, посвященный строению Вселенной. Там вообще-то написано полное галиматья, потому что невозможно за это время хоть что-то рассказать. Там просто одной строчкой пишется то, что нужно для понимания потратить несколько уроков. Поэтому это чисто формальная отписка. Мы в этих учебниках старались как-то подытожить все в конце, это действительно, но все-таки саму суть дать в процессе обучения физике. И я думаю, что многие из вас даже не слыхали про такие учебники, поэтому вполне можете их посмотреть. Пошли хорошие отзывы, и нам предложили написать учебники и для выпускных классов, то есть для 9-го и для 10-го. Мы, соответственно, согласились и определенные обязательства на все взяли. И они были первоначально включены в комплект учебников для школы, который является... Вот то, что входит в комплект, это рекомендуется, все остальное это от лукавого. Где-то месяца 3 назад комплект учебников был пересмотрен, пересмотрен, сокращен в 3 раза, не только по физике, вообще по всем предметам, и нас выбросили. Причем по неофициальным и непроверенным данным претензии были такие, что слишком много ненужной информации. Ну, можно, так сказать, понять, что здесь имелось в виду. На всяком случае, вся ситуация сейчас зависла. Мы сейчас просто работаем над передизданием 9-го класса, делаем второе издание, там достаточно серьезная астрономия. Но, впрочем, все-таки мне хотелось бы поделиться своими представлениями о том, как астрономические вопросы вплетаются, так сказать, реально вплетаются в школьную астрономию. И поэтому я вот приготовил небольшую такую презентацию к нашему сегодняшнему собранию. Хотел просто обратить внимание на то, что физика действительно родственный предмет астрономии, вернее, они не разделимы, скажем так. И, в общем, вполне логично астрономические знания подавать на уроках физики. Это не исключает борьбу за астрономию как отдельный предмет, по крайней мере, в таких профильных классах, в классах, где повышенная физика математическая подготовка. Есть такой список Кингбурга, который перед смертью оставил те задачи физики, которые он считает самыми важными. Он там, по-моему, 20 или 22, по-моему, пункт, тоже список не помню, что он. Вот. А я вот из этих 20 существенная доля, это физик, он не астроном, он физик, существенная доля относится именно к астрономическим исследованиям. Экспериментальная проверка общей теоретной относительности, проблема детектирования гравитационных волн, космологические проблемы, связь между космологией, физикой и высокой энергией, нейтронные звезды и пульсары, сверхновые звезды, черные дыры и космические струны, квадары и ядра галактик, образование галактик, проблема существования и детектирования темной материи, проблема происхождения космических лучей со сверхвысокими энергиями, гамма-всплески и гиперновые, нейтринная физика и астрономия, осцилляция нейтрина. Это фактически, ну, Виталий Лазаревич умер взломительно недавно, поэтому сейчас трудно что-то прибавить к этому списку, но я хочу подчеркнуть, что он ставил физические задачи. Так что астрономия в этом плане это составная часть современной физики, более того, ни одна фундаментальная теория физики, вот, нет ни одной фундаментальной теории физики, так сказать, от классической до, так сказать, релятивистских и квантовых, которые бы не проходили или не проходят в настоящее время чисто астрономической проверки. Ну вот, я хочу, прежде всего, да, чтобы, если уже есть, идет разговор о введении элементов в астрономии более широкого введения в физику, начинать с земного шара. Потому что вот то же понятие, которое должно присутствовать у школьников, это то, что, так сказать, они живут на очень небольшом космическом теле. Осознается, между прочим, это с трудом, потому что люди привыкли вот видеть вокруг себя то, что им кажется всем миром, и вот космическая природа Земли, она где-то, если осознается, то где-то периферия сознания. В то время как в астрономии это основная идея, если хотите. Вот, все земные проблемы, они так или иначе, тем или иным боком, они уходят в представление о тех процессах, которые Землю породили, и которые до настоящего времени сказываются на условиях нашей жизни. Вот, здесь все очень важно. Здесь важно и то, как появился кислород, хотя это не чисто физическая задача. Важно, откуда появили, какую роль играет углекислота и другие газы, которые хорошо задерживают тепло. Это так называемый парниковый эффект. Оказывается, что не будь у нас углекислоты, слой, а вот и паров воды, которые высоко над землей задерживают тепло, средняя температура Земли была бы на 32 градуса ниже. При том же расстоянии от Солнца, кстати. Итак, пройдемся по классам. Седьмой класс. Вот те разделы, которые соответствуют федеральному государственному стандарту образования. Там, где логично говорить об астрономии, там, где мы не хватались в этом месте как раз что-то сказать на качественном уровне. Физическое состояние вещества у Вселенной, специфика астрономических измерений, вообще там что-то может мериться на небе. И в основах термодинамики, там есть в седьмом классе такой раздел по ВГОСТу, солнечное излучение и жизнь на Земле, конвекционные потоки, там, разные способы передачи энергии, конвекционные потоки и теплообмен не только на Земле, но, значит, ставить сюда и теплообмен на Солнце. Восьмой класс, тоже в рамках ВГОСТа, атмосферное давление, там, где речь идет о атмосферном давлении, поговорить об атмосферах других планет. Условия плавания тела это классическая красивая задача, будет ли плавать дерево на Луне, вот нальем туда ванну, там дерево бросим или там камень бросим, а там в 6 раз легче, как это скажется на плавучести. Надо же додуматься, что на самом деле никак не скажется, но это же уже другой уровень понимания. К магнитному полю, то, что относится, в 8 классе рассказывается о магнитном поле. Магнитное поле Земли и других планет, магнитное поле Солнца и проявление солнечной активности, конечно же, на качественном уровне, чтобы они знали, что такое есть. К разделу оптика, при блинерии распространения света и, как следствие, солнечные и лунные затмения. Скорость света и расстояние в световых единицах времени до Солнца и до звезд. Это очень наглядный, 8 класс прекрасно это воспринимает. Кстати, я заметил, что максимум интереса астрономии приходится на 12-13 лет. Это как раз это 5, 6, 7 класс. Если там в этот период времени любознательность не гасить, то к 8 классу они освоят и более сложные вещи. Потом там идет о спектрах. Спектры очень сложные понятия. Это не для 8 класса. Но представление о том, что таково и есть, что можно свет проанализировать, разложив его в радугу или как разложив его с призмой на цвета, должно присутствовать уже в 8 классе. Линейный спектр космических тел и химические единства природы. Вот что важно, что нетривиально, что атомы железа, углерода, кислорода, водорода, они одинаковые. на Земле, в далеких звездах, в далеких галактиках. Это не очевидно априори. Это надо доказать. И это доказано именно спектральным анализом. И, наконец, там упоминаются термоядерные реакции. Так вот, термоядерные реакции как источник энергии и излучения звезд на качественном уровне тоже должно быть упомянуто. Девятый класс. Это уже более сложно. И здесь можно в астрономии копнуть немножко глубже. Механика. Движение Земли и относительность движения. Это вот фактически то, что лежит в основе систем Коперника. Вот как относительность движения мы не можем априори полагать Землю покоящуюся, потому что движение относительное. Вот. Отсюда видимые и действительные движения Солнца, Луны, планет, Координатная сетка на небе. Этого в курсе физики никогда не было, но мы пытались увести. Поскольку только через аналогию между системами географических координат, чтобы школьники понимали, что тут есть географическая карта, но по аналогии может быть сделана звездная карта. И вот координаты, которые соответствуют долготе-широте, вот это прямое восхождение и склонение, вот вы их найдете на звездной карте, которую можно купить и повесить в кабинете физики. Вот. Это вполне захочиво. Вот. И, конечно, вопросы скоростей, об относительности скоростей, скорости планет и звезд, их относительный смысл. Это как раз здесь, это для девятого класса. Но, конечно, нет раздела более близкого к астрономии, физики, чем раздел, где затрагивается закон северного потяготения, потому что даже в действующих учебниках физики, где астрономии практически нет, все равно приходится говорить о движении Земли, о движении спутников, о движении Луны. Но на самом деле это очень благодатная тема. Поскольку гравитация является основной силой, которая правит мирами, если рассматривать космические масштабы. У нас на Земле гравитация, она как некий фон. Вот постоянное гравитационное поле, и там тела падают, чашки разбиваются, и все. А на самом деле на Земле есть много других сил. Силы упругости, электрические силы. Они все есть и в космосе, но гравитация играет основную роль как в формировании, так и эволюции небес. Но понять суть движения тел в пустоте под действием гравитации очень важно, и для школьников это вполне доступно. Не сразу дается даже представление о том, что если у нас есть, скажем, в Солнце, есть у нас Земля, то Земля притягивает Солнце с такой же силой, как и Солнце-Землю. Второй закон Ньютона, но это тоже для большинства ребят, это будет некое открытие, которое, однако, показывает, что Земля тоже сдвигает Солнце довольно заметно, там, с амплитузой 800 км туда, центр массы Солнца перемещается только под действием гравитации со стороны Земли. Но если мы рассмотрим еще, вот, это рядом Луну, то вот возникает вообще очень интересная, классическая, школьная, астрономическая задача о том, что Луну протягивает сильнее Земля или Солнце. Значит, сила в обоих случаях равна. Но в случае Луны, с одной стороны, с одной стороны у нас расстояние от Луны до Земли во много раз меньше, чем от Луны до Солнца, а с другой стороны масса Солнца гораздо выше, чем масса Земли. Поэтому очень легко разделить силу протяжения Луны со стороны Земли и Солнца, найти отношение, просто поделив вот эту формулу, записанную для Земли и для Солнца. И к удивлению школьников оказывается, что Луна притягивается Солнцем в два раза сильнее, чем Землей. Тогда тут всегда возникает некоторое недоумение, каким образом вообще говорят, что Луна вращается вокруг Земли, если Солнце ее сильнее притягивает. Это опять проблема относительности движения и относительности ускорения. Это очень важная вещь, которую на этом примере можно, в зависимости от подготовки класса, можно очень глубоко копнуть. Но даже если класс совершенно не копнул, уже испытал на своем опыте, поскольку мне приходится с старшеклазниками беседовать, очень любопытно предложить такую задачу, которая прекрасно проиллюстрирует эту ситуацию. Я рисую Солнце, рисую орбиту Земли вокруг Солнца, я не буду замыкать круг, и я прошу, кто может нарисовать на доске и запросить здесь еще и орбиту Луны. Вот это очень интересная ситуация, потому что всегда находятся желающие, и первое, что они рисуют, это вот так вот. Я говорю, нет, это не может быть такого, это неправильно. Тогда находятся люди более осторожные и рисуют более осторожную картину, где Луна движется вот так вот. Ну, вполне, надо сказать, разумно. Земля притягивает, и Луна движется вот так вот относительно Земли. Я говорю, а как может быть такое? Ну, посмотрите, вот, например, в этой точке, вот в этой точке, скажем, вот Луна в этой точке, а где Земля? А Земля здесь. А если Земля здесь? А если Земля притягивает слабее, чем Солнце, то почему это она будет поворачивать к Земле, а не к Солнцу? Она может поворачивать всегда только к Солнцу, а не к Земле, потому что на всех точках орбиты Солнце сильнее притягивает. Значит, на всех точках орбиты у нас выпуклость должна быть вовне, а не внутрь. Вот так вот доходит до правильного ответа, что вот этот ответ тоже неправильный. Вот. Тогда уже начинают понимать и относительность движений, и то, что спутник может притягиваться сильнее звездой, чем планеты, но тем не менее являться спутником планеты далеко от нее не уходя. далеко от нее не уходя. Ну, по закону всемирного тяготения, это можно массу, массу самых разных вещей, самых разных задач, они существуют, это достаточно глубокий материал, того, каким временем располагают учитель, зависит насколько глубоко он может это копнуть. Здесь же определение массы Земли, планеты, Солнца. Здесь же закон, когда речь идет о сохранении импульса и принцип ракетных двигателей, а это затрагивается в курсе физики, то здесь, конечно, нужно говорить о космических полетах. Конечно же, нужно еще раз вернуться к проблеме невесомости в космосе, потому что существует очень устойчивое мнение, что невесомость это потому, что далеко от Земли и там маленькое протяжение. Тогда непонятно, почему когда от Земли не уходит этот космический корабль из них протяжение маленькое. Значит, представление о невесомости или правильнее говорить о микрогравитации, это будет более правильное выражение в космических кораблях, это вполне доходчиво, вполне интересно, вполне в рамках физики и астрономии одновременно. Но теперь из несозданного учебника мы уже наметили, что бы мы включили. Если бы мы не встретили такого сопротивления, ну даже не сопротивления, а пассивное отношение, я потом понял в чем дело, понимаете, у нас же есть своя работа, у нас тут студенты, для нас это просто, ну это труд, это не хобби, конечно, это желание помочь, все-таки, чтобы люди знали астрономию, чтобы надо были хорошие кадры, чтобы общий астрономический культурный уровень был высок. а там пасутся люди, для которых это смысл жизни, им мы не нужны. То есть писать там учебники, методики, создавать методические пособия, установки министерские, ну, встретились в общем-то стандартной бюрократической машиной, которая, ну, наверное, во всех странах она есть, такая бюрократическая машина, но во всяком случае здесь четко есть установка, что все это никому не надо. Вот, да, десятый класс, немножко прокомментирую. В десятом классе о стороне можно говорить очень много, наверное, на более высоком уровне, чем на первых классах, на седьмых, восьмых классах. Это понятие о физических законах и теориях, их общность, их границы применимости, потому что не существует ни одного закона физики, ни одной фундаментальной физической теории, которая имела бы, которая была бы абсолютно правильной во всех ситуациях. Везде есть применимость закона. Закона всемирного тягатения, закона квантовой механики, все это имеет свои области, где они не работают. Но, тем не менее, в очень широком круге явлений, невероятно широком круге явлений, они работают и работают прекрасно. Это первая и вторая космическая скорость и законы Кеплера. Молекулярная физика в этом разделе. Представление о планетных атмосферах, испарении атмосферы, это, значит, немало важных вещей. Все атмосферы всех планет испаряются и рано или поздно практически исчезнут. И там, где речь идет о Марсе, то есть о планете, которая не имеет заметного регулярного поля, там испарение планет происходит быстрее под воздействием солнечного ветра. Земля еще миллиарды лет будет удерживать свою атмосферу, рано или поздно и она разлетится. Но это фактически тот же обычный процесс испарения. Испарение это все вылетание наиболее быстрых молекул вне системы и охлаждение того, что осталось. Температура и давление ГАД на поверхности планеты в недрах Солнца. Это уже в 10 классе можно посчитать. люди должны знать какой столб воздуха у нас давит на квадратный сантиметр. И почему избыток давления в одну десятую атмосферу уже никакое окно не выдержит. Но ситуация у других планет здесь рассматривается аналогичным образом. Но тут можно обыграть это самыми разными способами, поскольку от давления атмосферы на поверхности планет зависит в значительной степени вообще все климатические условия. Ну будь то планета или спутник все равно если есть атмосфера. Дальше в 10 классе по ГОС электродинамика и здесь конечно речь идет о магнитном поле. Магнитное поле Земли и защита от потоков высокоэнергичных частиц. Где об этом еще рассказывают? Поле планет магнитное имеется ввиду планет поле Солнца и поле в межпланетном пространстве. Образование хвостов комет длинные хвосты комет образуются совсем не потому что на них солнечные лучи давят. Абсолютно по другой причине. Они образуются потому что они встречают потоки частиц солнечного ветра. Но вещество комета и солнечного ветра настолько разрежено что длина свободного пробега частиц превышает размер хвоста и казалось бы не должно вообще никак они взаимодействуют между собой. Но есть магнитное поле. Вот взаимодействие через магнитное поле приводит к оказанию довольно заметного давления чтобы отклонить плазменный хвост от ядра кометы. Там есть правда полевой хвост где давление света играет некую роль но основные длинные хвосты это плазменный. ну и наконец одиннадцатый класс здесь очень важные астрономические темы это поскольку отрагивается проблема света свет как электромагнитная волна эффект доплера который школьники вообще с трудом представляют что это такое хотя в курсе физики он в общем-то так присутствует так вскользь тем не менее я уже не говорю астрономию и техника и оборонка во многих случаях она построена на использовании закона доплера эффекта доплера там где там где речь идет о движениях причем не обязательно быстрых движений хотя большие смещения там линий могут быть только около световых скоростях но на самом-то деле даже небольшие скорости дают технически обнаружимые сдвиглинии можно измерить скорости с очень высокой точностью хотя сам по себе эффект доплера он был сформулирован для звука причем тогда не было точных способов измерения частоты звука я читал что доплер для проверки своего эффекта тогда были уже пущены первые паровозы по рельсам вот он к вагончику к паровозу прицепил вагончик с музыкантами которые значит тянули ноту определенную а другие люди с хорошим музыкальным слухом на платформе пытались оценить какая это нота заметить то есть изменение тональности которые потом можно было перевести в чистоту тогда это уже умели вот такой оригинальный физический эксперимент часто это делается все конечно по другому астрономы больше всего не звук а свет но различия между эффектом доплера для звука и для света все-таки существует и существует который на большие скоростях очень существенно дело в том что для звука очень важно что движется наблюдатель или источник звука ну например когда самолет от нас удаляется и по эффекту доплера звук становится более низкочастотным звуковые волны все равно приходят к нам с той же самой скоростью а вот когда самолет когда самолет стоит на месте и гудит а наблюдатель к нему приближается то тогда ситуация совсем другая тогда мы можем видеть что скорость звука она равна константе только относительно воздуха не относительно нас а у случаев света это все равно потому что свет имеет постоянную скорость независимо от выбора системы отсчета не от выбора системы координат это маленькая такая тонкость может быть это не нужно знать всем школьникам но во всяком случае для классов продвинутых это очень хорошо очень важно вот и наконец виды спектров виды спектров вообще само по себе понятие спектра очень важно но его не понимает даже наш студент на первом курсе это невероятно но в школе не дают правильное определение спектра вообще его трудно на самом деле дать там если вы помните как вводится понятие спектра в школе там представим там светочувитительная полосочка мы сдвигаем по спектру измеряем там энергию устроим кривую но понять что же называет спектр мы не знаем мы не можем таким образом покормить школьник не может я много раз проводил эксперименты с нашими студентами приходят в школу приходят из школы там есть общая астрофизика у нас тоже общая астрономия потом общая астрофизика на третьем курсе тоже плохо себя представляет вот я сдаю контрольный вопрос просто контрольный вопрос назовите точную цифру сколько энергии приходит от солнца на длине волны 5000 астре ровно 5000 астре я говорю что цифра поскольку она круглая его легко запомните вы должны это знать вот и вот каких только цифр я не наслушался потому что ответ ноль конкретно ноль круглый ноль потому что количество энергии зависит еще от ширины спектрального интервала который мы умерим и у нас спектр это все-таки распределение энергии в расчете на некий единичный интервал который выбирается либо один герц либо один ангстрем либо что-то другое но без этого нет понятия спектра нету просто вот ну это все-таки объяснить можно а вот как образуются спектральные линии с точки зрения квантовой теории ну здесь на качественном уровне это тоже надо рассказать хотя надо предупредить что понять это логично вот совершенно невозможно вот этот перескок с одного уровня на другой это это чисто математический прием в природе этот процесс значительно более сложный вот а если мы хотим дать классическую интерпретацию перехода с одного уровня на другой то нам надо говорить о том что электрон вот с этого уровня исчезает появляется на более высоком уровне не проходя промежуток между этими уровнями не проходя промежуток между орбитами вот это в голове не укладывается поскольку это схема атома схема вот атома по бору она имеет чисто иллюстративный смысл не более того на самом деле атомы устроены не так ну а это позволяет как-то показать какие там прыжки между орбитами электроны совершают но надо иметь ввиду что на самом деле все значительно сложнее и интереснее но это уже область квантовой механики со своей философией к которой нужно привыкнуть и которые оперируют теми вещами которые нельзя представить наглядно ну наконец космические лучи энергии их источников это об этом в курсе физики ничего не говорят это но это как раз та сцепка между физикой и астрофизикой которая невероятно нужна которая позволяет нам проводить космические эксперименты с высокими энергичными частицами не создавая больших адронных ускорителей и те энергии космических лучей которые мы регистрируем они недостижимы даже в далеком будущем на наземных ускорительных установках ну сейчас уже можно говорить о нейтрино но тут я уже реалист и понимаю что ни в какой школе здесь рекомендовать это без дополнительных занятий нельзя и наконец завершающий отдел он конечно же должен быть но в отличие от того что сейчас предлагают современные учебники физики завершающий отдел должен подводить некие итоги должен как бы напоминать об общей картине и все это все это приводить в порядок в голове чтобы было видно единство было видно единство законов единство химического и физического химического содержания состава материи и прочее чтобы можно было понять как устроен мир но сейчас в современных учебниках когда астрономии практически отсутствует до конца выпускного класса а потом за несколько уроков это все нужно вывалить на голову несчастных учителя физики прекрасно понимают что это дело бесполезно но вообще завершающий отдел должен быть поскольку самое важное здесь пункты это ну это три три пункта вот я здесь их выделил это представление физической природе звезд это очень важно потому что звезды это основные тела вселенной которые являются источниками энергии и источниками дежурных элементов это размеры структуры вот того мира в котором мы живем то есть наши галактики и единицы расстояния в которых меряются расстояние до галактики звезд и третье что очень важно это пространственные временные масштабы той области вселенной которая доступна современным наблюдениям это здесь уже нужно говорить о красном смещении и о расширении вселенной правда расширение вселенной ну очень редкий учитель может рассказать все правильно я вот сорганизовал две лекции на эту тему одну я сам прочту а второе прочтет Сергей Борисович Попов потому что большая часть даже грамотных учителей представляет расширение как взрыв вселенной из одной точки что полный абсурд и современный и с прошлой точки вот ну теперь это завершающий отдел но теперь я бы хотел несколько так уже проиллюстрировать отдельные положения связывающие физику астрономию в виде картинок значит самое главное что объединяет эти две в общем-то единые науки это то что законы физики о целом на земле действуют и в космосе вот это основная идея астрономического содержания школьного курса основная идея все то что было сказано все это только иллюстрация атомы устроены одинаково сила взаимодействия имеет те же свойства на земле недрогвез и далекого космоса а здесь три человека которые сыграли решающую роль в понимании этого это Исаак Ньютон который будучи хотя будучи глубоко верующим человеком тем не менее так сказать изгнал ангелов в качестве как механизма движения планет по небу Густав Кирков который вместе с Бунзеном предложил метод дистанционного анализа физических свойств источников света и Артур Эдингтон который первый понял как устроены звезды он говорил что любая звезда она устроена не сложнее радиоприемника в то время радио как раз это 20-е годы радио уходило в моду то есть он показал что это равновесная ситуация написал уравнение все и даже сделал предположение относительно источников энергии что они должны иметь ядерный характер хотя конечно в то время еще о слиянии или расцеплении ядер вообще никаких разговоров не было это все было неизвестно вот приходится в астрономии чем хороша для физики тоже что есть среды с аномальными с такими свойствами которые делают их экстремальными которые невозможно смоделировать на земле прежде всего это касается плотностей это сверхнизкие и сверхвысокие плотности плотность обычно меряется не только килограмм на кубический метр а у газа это как правило число частиц на единицу объема скажем на кубический сантиметр в одной атмосфере 3 на 10 в 19 молекул на кубический сантиметр есть сверхвысокий лабораторный вакуум который можно получить форвакуумными насосами в результате очень долгого откачивания воздуха там можно довести давление до 10 минус 5 паскаля этому соответствуют 3 миллиарда частиц на кубический сантиметр для нас это глубочайшая вакуума 3 миллиарда частиц на кубический сантиметр больше уже современные насосы выходить не могут вот теперь берем астрономические среды видимая поверхность солнца плотность вот то что светится фотосфера 10 в 16 частиц на кубический сантиметр солнечная корона 10 в 8 10 в 9 кубический сантиметр то есть плотность солнечной короны примерно такая же как самая низкая плотность до которой может быть откачан воздух а солнечная корона невооруженным гладным во время затмения как видна красота мы видим такую плотность вот но еще ниже плотность межзвездной среде молекулярные облака имеют плотность 10 в 2 10 в 4 сантиметр в минус 3 конечно это то есть количество атомов на кубический сантиметр а межзвездный газ в среднем это несколько десятых частиц в расчете на кубический сантиметр вот это уже сверх вакуум казалось бы но мы же этот межзвездный газ наблюдаем он ярко светится мы можем по спектральным линиям определить химические элементы из которых он состоит скорости с которыми двигаются облака то есть для астрономов это обычная среда для лабораторных физиков это недоступная цифра но пожалуй что предел плотности который еще светится и можно наблюдать это газ скопления галактик 10 в минус 2 10 в минус 4 частиц в кубическом сантиметре он светится в рентгеновском диапазоне и даже имеет некоторые спектральные линии это тоже наблюдается хотя это уже даже не сказать какая низкая плотность есть если среда с еще большей плотностью меньшей плотностью предполагается что есть более того предполагается что основное количество материи мы так и не можем наблюдать потому что плотность еще на 1-2 порядка ниже и это сверх разреженный газ между скоплениями галактик это предположение оно имеет свои некоторые основания но тем не менее есть такое предположение что существенная доля всего что существует на свете находится в форме газа уж настолько низкой плотности что даже ниже чем скопление галактик и поэтому пока для нас недоступна здесь есть куда развиваться скажем так вот так теперь если брать среднюю концентрацию атомов во вселенной 10 в минус 6 сантиметр в минус 3 это что значит если все все вещества во вселенной размазать в кисель вот будет такая средняя плотность средняя плотность то есть одна частица на миллион кубических сантиметров вот эта средняя вселенная плотность вселенной она как раз плотность связанная с веществом с атомами с элементарными частицами здесь я не беру в расчет ни там темную энергию ни темную материю которые впрочем не так уж много что изменит поэтому вселенная очень пустая очень пустая можно предложить школьникам такую задачу вот эти вот все то что мы видим на самых далеких галактик вот так взять обратно и сжать до тех пор пока плотность не станет равной плотности воды то в кубе какого объема может разместиться при плотности воды все существующее вещество вселенной а это очень легко определить это очень легко определить потому что мы знаем плотность воды мы знаем концентрацию атомов решить эту задачу сами и предложить школьникам они удивятся оказывается что все наблюдаемую вселенную при плотности воды можно разместить в куб меньше парфека размера одного парфека со всеми далекими галактиками вот то есть вселенная состоит из пустоты но эта пустота она не совсем пустота она содержит элементарные частицы и поля и вот именно они и обеспечивают эволюцию вселенной и рождение новых миров в конечном счете образование Земли и наше с вами но тем не менее ситуация такая о том что атомы в основном создают из пустоты это понял еще и Резерфорд когда с удивлением убедился что вся масса атома заключена в крошечном ядрышке а все остальное в общем-то там пустота частицы альфа-частицы пролетают мимо не замечая атома вот это его удивило что атом это прежде всего пустота а уж про вселенную говорить не приходится но если была бы только одна пустота тогда где бы у нас с вами вот я просто покажу некоторые картинки вот так вот выглядит разреженный газ который сияет в линиях здесь разные цветы линии это возбуждение различных элементов но наверное многие узнали что с правой стороны это туман стереона это облако ионизованного газа с левой стороны газ неонизован это просто рассеянный свет звезд вот но это портолис тоже туманность которая светится но у нее совсем другой спектр вот ну как в таких областях образуются звезды многие считают что вот вот здесь вот из этих туманностей образуются звезды это неправильно из такого газа звезд никогда не образуется никогда потому что этот газ достаточно горячий температура подобных облаков около 10 тысяч градусов при этой температуре гравитационная конденсация газа звезды немыслима для того чтобы образовались звезды нужны более плотные на несколько порядков более плотные молекулярные облака с очень низкой температурой только тогда гравитация может схватить вещество и заставить его сжиматься до тех пор пока не пойдут термоядерные реакции этот процесс образования звезд в молекулярных облаках он просчитан он достаточно сложный здесь сложная и кинематика и динамика и термодинамика но я покажу вам результаты численных расчетов как эволюционирует молекулярное облако то есть задается условие типичное для молекулярного облака задается в машине задаются законы по которым происходят потери энергии газа приобретение энергии газа уравнение состояния газа и машина дальше сама уже показывает нам что будет с таким облаком первоначально холодным гравитационно устойчивым облаком вот один из таких экспериментов который сделал наши германские коллеги я с одним из экспериментов познакомлю ну во первых вот как выглядят молекулярные облака это уже хабблская фотография значит вот эти темные столбы они темные из-за пыли потому что всегда где газ плотнее там и пыль гуще но основная масса не в пыли основная масса в молекулярном газе молекулы преимущественные это молекулы водорода аж с двоечкой внизу обычные молекулы водорода холодный газ характерная температура 30 кервинов вот в таких облаках ну они могут иметь разную форму в машине первоначально закладывался сферический облак хотя сферических облаков в природе не бывает но вообще результаты я вам сейчас покажу вот смотрите как машина показывает эволюцию облака здесь уже желтые это более концентрированные области они сжимаются и в конечном счете именно в них происходит гравитационное сжатие до звездного состояния сначала ядер молекулярных облаков а потом звезд вот здесь вы видите что облако уже очень быстро теряет всякую правильность формы вот появились светлые точки это уже звезды вот уже рождаются звезды здесь рожает целое звездное скопление это расчеты Мэтьюс Бейта вот и вот дальше часть этих звезд навсегда улетает улетучивается а часть наоборот так сказать оставшаяся часть она приживается и образует нечто напоминающее звездное скопление вот звезд видите здесь образовалось довольно много но в целом если имеется массивное облако в начале то всего лишь несколько процентов газа переходит звезды а остальной газ со временем в общем-то разгоняется лучевым давлением улетучивается и уже через несколько миллионов лет мы наблюдаем звездное скопление а вокруг уже никакого газа нет ну вот это показывает насколько как можно проиллюстрировать реальные физические процессы которые идут в межзвездное пространство в межзвездном пространстве ну потом звезды нагревают газ есть такое понятие как звездный ветер ну солнечный ветер наверное всем знаком а звездный ветер у массивных звезд это тоже солнечный но в другом масштабе значительно больше более масштабный более массивный когда такие потоки солнечного ветра звездного ветра разгоняют окружающего облака нагревают его возникают очень красивые области ионизованного газа вот а вот что касается наиболее разреженной среды то я покажу только одну картинку это картинка области скопления в созвездии Девы полученная не в оптическом а в рентгеновской диапазоне спектра здесь нет ни одной звезды здесь все что светится это разреженный газ вот тот самый газ с рекордно низкой плотностью который еще обнаружим но если вы видите есть концентрация газа к внутренней области скопления есть внешняя газовая корона температура такого газа примерно миллион кельвинов концентрация одна частица в среднем на тысячи кубических сантиметров хотелось бы обратить внимание теперь на высокие плотности мы сейчас говорили о низких плотностях ну вот рекордсмены плотности среди металлов среди элементов которые известны на земле и достаточно широко используются не только в лабораториях физических это осми и швенец вот такого типа это все-таки более 10 грамм на кубический сантиметр но это все-таки достаточно редко встречающиеся элементы если взять просто список всех веществ которые под руками находятся дерево бумага металл твердых тел если они не содержат много пор то их средняя плотность всегда будет в районе плотности воды ну вот скажем очень трудно найти вещество непористое которое было бы легче чем половина плотности воды и тяжелее чем 5 плотностей воды скажем почти все вещества укладываются вот в этот вот в этот диапазон вот а спрашивается а почему почему нет там чтобы было миллионной доли плотности воды или например там тысяча плотностей воды таких веществ нету но если мы говорим о твердых конечно твердом состоянии но легко сообразить почему что дело в том что все вещество состоит из атома какая плотность у атома ну как возьмем самый простой атом плотность водорода атома водорода ну скажем у нас радиус 10 восьмой степени минус восьмой степени сантиметра это радиус атома по первой электронной орбите где электрон крутится вокруг неуднужденного атома водорода и скажем и масса 10 минус какой там минус 24 одна часть 10 минус 24 грамма значит плотность тогда должно быть какая плотность но если я возьму объем соответствующий этому радиусу разделю на плотность ну здесь там стоит двоечка от 10 минус 24 получу что плотность атома водорода примерно ну здесь 10 минус 24 я 10 минус 24 разделю на 10 минус 24 будет около единички то есть плотность атома водорода порядок плотности воды обычной воды ну другие атомы они с одной стороны имеют большую машу ведь водород все-таки самый легкий элемент но с другой стороны орбиты электрона у них более массивного ядра тоже дальше тоже больше поэтому плотности атомов усредненные вот усредненные в пределах орбиты электрона они одного порядка все они плотности воды примерно чуть меньше чуть больше поэтому когда перед нами твердое тело мы должны понимать что там атомы просто тесно прижат друг к другу это как раз есть состояние твердого тела они там не движутся как молекулы в газе а прижат друг к другу получается что плотность воды это характерная плотность всех твердых веществ ну конечно с большим разбросом естественно но не с супер большим поэтому тут уже мы говорим даже то что плотности более-менее одинаковые это говорит о строении вещества и о том что они состоят из атомов прижатых веществов из атомов прижатых друг к другу в твердых телах так вот это все-таки самые плотные вещества тут превышают 10 плотностей воды а вот если брать астрономические примеры то средняя плотность солнца тоже порядка плотности воды 1,4 грамма кубических сантиметров я поскольку солнце в общем-то достаточно типичная звезда своего класса можно сказать что это и типичная плотность звезд с такой же примерно массой и возрастом но а вот в центре солнца плотность конечно гораздо выше и в центре солнца 140 грамм на кубических сантиметр значит в центре солнца плотность на порядок больше чем у свинца самое поразительное что при такой плотности когда газ сжат сильнее чем состояние более плотно чем свинец к нему применимы законы идеального газа гели-шарк боль-мариот шарль то есть уравнение клаперона манделеева там срабатывает вот физиков это обычно удивляет которые не знакомы с астрономией потому что известно что условием идеальности газа является то что размеры частиц много меньше расстояния между ними когда размеры частиц сопоставимы с расстоянием между ними то свойства газа уже заметно отличаются от идеального как же там быть в центре солнца что там происходит можно ли использовать уравнение идеального газа при таких больших плотностях оказывается можно по одной тривиальной причине там атомы маленькие вот мы здесь размеры атома там брали как размер электронной орбиты 10-8 степени сантиметра а там зионизован газ там все электроны оторваны там атомы представлены своими ядрами а размер ядер 10-13 степени сантиметра поэтому даже при таких плотностях которые больше чем у свинца расстояние между отдельными частицами между отдельными ядрами атома многократно превышает их размеры что дает возможность использовать законы школьной физики для определения того же давления в центре солнца вот это очень полезно и поучительно но есть и другие примеры более плотные это выраженные звезды у которых плотность от 100 тысяч до 100 миллионов граммов кубичных сантиметров это совершенно иной класс объектов которые реализуются который был обнаружен прежде всего при открытии белых карликов вот это Сириус А вот карлик в Аридане открыт был давно и открытие таких звезд подвергло вообще говоря разумления и физиков и астрономов поэтому были многие сомнения в том что не может ли такое быть я напомню ведь Сириус А первый белый карлик звезда с такой плотностью был открыт не в результате поисков а полютно случайно знаменитый оптик Клак который изготовлял большие объективы телескопа самые большие в начале 20 века он проверял очередной объектив по изображению звезд но и он использовал Сириус как рэпер как звезда которая должна по возможности точкой представляться в фокусе линзы он был не удовлетворен тем что симметричной точки не получалось потом только оказалось что другие звезды получаются симметрично а Сириус не симметрично то есть там рядом сбоку припек еще одна звездочка потом уже удалось эту звездочку найти она кстати достаточно яркая и если бы Сириус не слепил своим светом то в бинокре она бы вообще шикарно была видна но Сириус одна из ближайших к нам звезд если на таком расстоянии звездочка слабенькая то это означает что либо у нее размер маленький либо температура низкая но температуру можно мерить по спектру оказалось температуру выше чем у солнца значит тогда получалось что размеру этой звездочки должен быть такого же плана как размеры планет а масса порядка массы солнца вот и вот отсюда получалась гигантская плотность вот это было встречено с недоверием и было уже окончательно доказано только при измерении гравитационного красного смещения то есть когда было экспериментально показано что чуть-чуть на поверхности этой звезды время течет медленнее капельку но это был заметный повседвиг гравитационный мудрец и тогда уже стало ясно что перед нами объект иного типа это объект которому уже определен законы классической физики не подходят никаких там уравнений состояния литерона Менделеева здесь не годится там другое уравнение состояния но что самое важное что физики очень быстро создали завершенную теорию этих вещества в таком состоянии то есть в лаборатории воспроизвести практически невозможно а теория существует и правильно описывает ситуацию то есть уравнение состояния правильное почему такая плотность при каких условиях она может быть это чисто квантомеханический эффект но потом оказалось что тот же эффект квантомеханический может объяснить и еще более плотная конфигурация нейтронная звезд где уже вырождены не электроны а нейтрон там уже плотность нейтронных звезд достигает плотности атомного ядра 10 в 13 10 в 14 грамм на кубический сантиметр но это фактически предел потому что скажем массивные черные дыры они не такие плотные как нейтронные звезды они более разрешенные если плотность брать а вот нейтронные звезды это рекорд по плотности это фактически компактно собранные ядра нейтроны нейтроны в обычных условиях частицы короткоживущие ну что там четверть часа не пройдет как нейтроны слезают распадаясь другие частицы а в звездах он не распадается именно в ядерных полях нейтроны существует сколь угодно долго вот опять-таки мы через астрономию входим в те разделы физики которые раньше не были известны что такие конфигурации могут существовать ну правда было предположение Ландау на основании в 30-х годах еще на основании квантомеханики о возможности существования таких конфигураций но это оказалось настолько далеко оторвано от практики от жизни вообще от природы что потом только историки все это выкопали вот теперь вот открытие звезд вырожденного газа белых карликов интерпретация связана с их рождением а рождение белых карликов это обусловлено выделением ядер массивных звезд сравнительно массивных типа как солнце или там немного чуть больше чуть меньше солнечной массы когда солнце когда звезды сбрасывают обороты после стадии красного гиганта вот ядро остывает до состояния белого карлика ну а самый красный гигант это самый красный гигант уже представляет собой очень плотная компактная ядрышка в которой может происходить в которой может происходить реакция уже превращения водорода в гелия но не в самом ядрочке а вокруг его в центре уже выделили водород может весь выгореть вот а окружающая более разреженная часть звезды раздувается до больших размеров так что когда наше солнце через там 5 или 6 миллиардов лет станет красным гигантом ну поверхность солнца ну не знаю дойдет ли до земли но венеру подводят наверняка вот центральное ядрышко уже это прообраз будущей звезды белого карлика уже сильно сжаты вот но само по себе само по себе физика вещества термоядер вещества в белом карлике простите оно описывается уже уравнениями квантовой механики и связано с так называемым так связано в принципе паури но можно объяснить вот что что вот этот квантомеханический эффект он наступает тогда когда среднее расстояние между частицами а эти частицы это электроны в данном случае фермионы становится порядком длины волны Дебройля но в школе уже старших классов знают что телевизиональным частицам можно поставить в соответствии волну с соответствующей длиной волной которая называется длина волны Дебройля вот она определяется вот этой формулой H на MV вот и если средний размер уже станет с поставим длиной волной Дебройля дальше уже плотность расти не может вот и вот это как раз переводит в газ совершенно другое состояние состояние вырожденного газа концентрация частиц не может быть выше чем эта вот величина которая прямо следует из этой формулы а уравнение состояния имеет очень любопытный вид давление это коэффициент на плотность в степени гамма где значит гамма это 5 третей 5 третей в большинстве случаев а K это просто постоянный коэффициент но самое важное вы знаете что из школьной физики что уравнение состояния идеального газа это здесь должно быть еще T температура температура исчезает давление вырожденного газа вообще не реагирует на его температуру поэтому вырожденный газ остается вырожденным с тем же давлением даже если белый каплик до абсолютного нуля остынет и он не сожмется не уменьшится потому что его давление не тепловое а это давление вырожденных электронов это совсем разные вещи вот это то что привнесла астрономия физику в плане исследования очень компактных объектов ну вот сами по себе белый карлик я не сопоставим по размеру с землей но вот что касается других звезд то нормальные звезды все таки далеки от этих эксцессов от этих экстремальных состояния температуры плотности и все характеристики звезд вернее их атмосфер они определяются по спектрам разные звезды имеют разные спектры вид спектра зависит прежде всего от двух вещей от содержания химических элементов тех или иных и от температуры причем температура важнее вот можно при той же самой химии звезд получить разные спектры просто меняя температуру вот но вот звезды тем не менее большая часть линий у звезд типа солнца она приходится на элемент достаточно редкий ну сравнительно редкий это железо это было известно давно поскольку уже со времен Киргофа научились отождествлять спектральные линии с теми или иными химическими элементами а дальше получилось вот что если заглянуть в учебники статьи 20-х годов 20-го столетия то считалось общепризнанным что вещество солнца состоит по крайней мере на две трети из паров железа и в качестве аргументации здесь как раз использовалось то что железо представляет собой большую часть отчетливо наблюдаемых спектральных линий спектра солнца но дальше появилось следующее появилась квантовая механика которая дала способ уже квантомеханической оценки содержания ионов разных элементов при разных температурах и плотностях это так называемая формула Саха может быть кто-то слышал эту фамилию это индийский физик зная температуру и плотности можно определить для любого элемента какая доля атомов находится в разном анимационном состоянии то есть либо совсем не оторванно электронно либо один электронно оторванно либо несколько и первый человек который применил это уравнение квантовой механики к интерпретации спектра солнца была женщина мисс Пейн американская женщина первая женщина в Америке получившая докторскую степень в области физики это была очень интересная женщина Тесилия Пейн она сама не американка она приехала из Англии она села в Америке потом она вышла замуж за русского и стала Пейн Гапошкина но неважно свое открытие она сделала еще находясь в незамужнем состоянии она сказала что на самом деле несмотря на обилие линий железа солнце состоит преимущественно из водорода и гелия хотя линии водорода не очень сильные ну а линии гелия вообще слабые это продвело фурор такой что в общем-то очень недоверчиво к ней относились ну сами представьте себе какая-то новоиспеченная теория квантовая механика которая вообще непонятно о чем она говорит никто не может разобраться вот а тут еще эта квантовая теория применяется к спектрам и такой вывод делается что солнце там не из железа а из водорода а водород то вообще где водород это невероятно редкий газ он же открыт был сравнительно недавно в 19 веке ну гелий а гелий вообще был открыт только во время солнечного затмения то есть на земле практически нет этих газов вот и вдруг это что звезды и солнце состоят из водорода и гелия то есть дело дошло до того что сказали что такую диссертацию она не защитит просто вот люди там были крупные физики говорят нет это такую диссертацию мы не позволим защитить это глупость какая-то вот и вот она сделала такой компромиссный шаг не знаю кто ей посоветует может быть и Никтон который с ней дружил в конце диссертации она написала в результате всех своих выводов после выводов сказала что конечно что эти выводы приводят к нереальному результату и нужно еще разбираться почему такие нереальные результаты получаются в рамках квантовой теории ну тогда она защитилась а потом ее естественно работают много раз проверяли и фактически оказалось что она в общем права звезды состоят из водорода и гелия вот это очень хороший пример как какую роль физика сыграла в физике сыграла астрономия ну вот теперь превращение водорода в гелий это тоже ведь буква из физики школьной здесь превращение водорода и гелия происходит с выделением энергии и савайтов схемка всем знакома но это опять-таки это смычка между уже классической физикой и астрономией потому что превращение водорода в гелия это самый распространенный источник энергии свечения звезд не единственный самый распространенный есть второй источник и третий не такой другой но он уже работает у меньшего количества звезд а вот у таких звезд как солнце это превращение водорода в гелия это самая высокоэффективная термоядерная реакция которая только может существовать но все термоядерные реакции кончаются на железе потому что железо ядра атома железа они имеют ультимальную энергию связано в расчете на один нуклон и уже дальнейшее слияние ядер требует дополнительной энергии вместо того чтобы отдавать это нужно чтобы энергия приходила для этого процесса а вот когда с отдачей энергии все это кончается железом поэтому самые концентрированные железные ядра существуют у массивных звезд где все остальные элементы уже успели переработаться и пройти стадию термоядерного объединения с альфа частицами процессы идут те же что при взрыве термоядерной бомбы поэтому возникает вопрос почему звезды вообще не взрываются почему они не просто не взрываются а в общем-то если учитывать что это фактически все это звезды в основном водород это же горючее почему каждую звезду не разносят на куски более того они довольно медленно отдают свою энергию иначе бы звезды долго не жили ну давайте посмотрим например на примере солнца вот масса солнца 2 на 10 в 33 степени грамм а сколько солнце излучает за секунду оно излучает 4 на 10 в 33 эг это его светимость а теперь давайте поделим одно на другое получается что каждый грамм солнечного вещества излучает 2 эрго в секунду каждый в среднем конечно каждый грамм солнечного вещества отдает энергию 2 эрго в секунду ну примерно столько же отдает куча прелых листьев вот там лежит куча прелых листьев там где-то тоже там несколько эрго секунду на грамм то есть очень медленная отдача а если подумать что если это было иначе тогда вообще бы звезд не существовало они бы не могли жить не только что миллиарды а и десятки лет их просто разорвало бы если бы все это сразу они были бы как атомные булы значит там в звездах существует механизм который стопорит тормозит невероятно сильно ядерную реакцию невероятно сильно тормозит не дает ему разлететься не дает ему разлететься значит что это за механизм значит во-первых само по себе термоядерная реакция может идти только тогда когда протоны сближаются на очень близкое расстояние радиус действия ядерных сил 10-13 сантиметров но поскольку протоны это положительно заряженные частицы они сближаясь все сильнее и сильнее отталкиваются друг от друга и заставить их сблизиться невероятно сложно нужны большие скорости большие энергии поэтому силы электростатического отталкивания запрещают протонам вступать в термоядерные реакции по крайней мере делают это невероятно редким событием ну в каждом даже если взять ядро солнца то каждый протон сталкивается ну как пружинит отскакивает от других протонов миллионы раз за секунду и в среднем раз в 10 миллиардов лет есть вероятность того что он не отпружинен а сольется вот эта низкая вероятность является причиной того что звезды живут дома вот а вторая причина почему не разлетаются звезды по всем направлениям как термоядерные бомбы да потому что они тяжелые они все вещество в котором происходит термоядерная реакция и уделяется эта колоссальная энергия оно сжимается весом выше лежащих слоев мы не можем создать такую обстановку на земле иначе проблема термоядерной реакции была бы решена а решить ее приходится физики сейчас работают над созданием экспериментального термоядерного реактора который впоследствии должен заменить быстро тающие запасы нефти и газа удастся это сделать быстро или нет непонятно но надо отчетливо дать себе понять что через 100 лет нефти и газа не будет а если будет то на стольных местах что в десятки раз труднее будет добывать вот это у нас последние остатки поэтому переход на термоядерные источники энергии это не доценивается но это путь вообще к спасению цивилизации причем через несколько поколений а вот в звездах это все реализуется без труда благодаря тому что они массивные ну вот значит дело еще в том что есть механизм который регулирует энергоыделение отрицательная теплоемкость вещества звезд просто теплоемкость это количество тепла которое нужно чтобы поднять или изменить на 1 градус температуру среды вот отрицательная теплоемкость это значит что при получении дополнительных порций энергии его температура уменьшается они увеличиваются вот у звезд отрицательная Как у любых тел, которые держатся на гравитационном поле. Поэтому горение устойчиво, термоядерное, если оно становится излишне интенсивным, то энергия выделяется, а температура падает, и поэтому энергия опять возвращается к прежним темпам выделения. Вот этот встроенный механизм регулировки под названием отрицательной теплоемкости, это не выдумка, это просто следствие самых элементарных законов физики, вполне доступных для учеников 9-10 класса. Ну и наконец можно говорить много и о солнечных нейтринох, и о многочисленных попытках их поймать, но через каждый кубический сантиметр на Земле ежесекундно пролетает почти 100 миллиардов нейтрино из недр Солнца. Вот через нас с вами. И может быть за всю нашу жизнь, может быть какое-нибудь одно нейтрино задержится, вступив в реакцию с каким-нибудь ядром атома. Вот, но человеческое тело имеет небольшую массу, а если сделать гигантскую массу детектор, то тогда можно нейтрино будет застревать там, скажем, раз в сутки или раз в двое суток. Вот на этом пути и шли физики, которые создавали нейтринные телескопы, нейтринные приемники излучения. Первые эксперименты в глубокой шахте дали примерно треть ожидаемого количества электронного нейтрино, но потом даже были какие-то сомнения, может это нейтрино не от Солнца. Но потом японцы на нейтринной обсерватории Камиоканда, накопив достаточно долгое время сигналы нейтрино, смогли установить то место, откуда они приходят. То есть фактически оказалось, что от Солнца. Вот, ну, осцилляции нейтрино объяснили вот этот низко заниженный поток нейтрино, принимаемый по сравнению с ожидаемым. Вот нейтринная обсерватория Супер Камиоканда, в Японии, о которой я говорю, здесь трудно понять, что изображено. Вообще-то, говоря, это гигантский деруар, который наполняется сверхчистой водой, без каких-либо примесей и тяжелых элементов, но сейчас вода опущена до какого-то уровня, и по ней инженеры едут на лодочке. И они проверяют систему фотоумножителей, которая заполняет весь объем. А потом вода поднимается до самого верха, все это оказывается в воде, и уже, так сказать, фотоумножители ловят в абсолютной темноте случайные фотоны света, которые могут быть связаны с взаимодействием нейтрино-сатомными веществами. Вот первое нейтринное изображение Солнца. Конечно, оно размытый. На самом деле, если бы картинка была четкая, то мы бы видели, что нейтрино вылетает не от самого Солнца, и тем не менее, не от такого яркого пятна, а от маленького участка в центре Солнца, от его ядра. Ну и последнее, на что я хотел обратить внимание, то, что действительно в физике проходят, но с астрономией редко связывают, это космические частицы сверхвысоких энергий, с энергией, которые в миллиарды и более электрон-вольт, до 10 миллиардов электрон-вольт эти частицы, в основном протоны, имеют солнечное происхождение. От 10 в 10 до 10 в 16 или в 17 степени, они связаны со взрывами различного рода в космосе, прежде всего, взрывы сверхновых звезд. А вот то, что больше, чем в 10 в 17 степени, как нередко такие частицы встречаются, их происхождение до сих пор неясно. Они приходят к нам, в основном, из межгалактического пространства. То есть это не источники в нашей галактике, потому что такие частицы никакое магнитное поле в нашей галактике удержать не может. Ну вот, собственно говоря, я на этом уже должен закругляться, хотя тема, вы сами понимаете, она бесконечная. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что самое главное в курсе физики, в том, что имеет отношение к астрономии, это демонстрация того, что именно астрономические наблюдения, положенные в основу всех физических теорий, по крайней мере, физические теории проходят проверку астрономическую, а что астрономия открывает новые горизонты физики, и астрономия нуждается в физике точно так же, как физика нуждается в астрономии. В общем-то, сейчас это единая наука. Вот, собственно говоря, все. Ну, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. В связи с представлением астрономии, в начале, в заграницах, в средней школе астрономики, куда ючисли, не достоинство? Ну, глядя, такой заграницей. Например, в Украине астрономия является обязательным, например. Нет, в Гирбане, США, так и в жиле. Там есть разные школы. Однообразием западной школы не блещет. Есть школы абсолютно примитивные, скажем, там в Америке, где твое авториканское. Есть школы продвинутые, где астрономия существует. Но, в общем-то, такого правила, чтобы астрономия всегда была как отдельный предмет, в разных странах нет. То есть, есть разные школы. Андрей Владимирович, а какая реальная траектория у Земли Луны подсказываетесь? То есть, как правильно нарисовать, что ли? Да. В масштабе толщины этой линии, вы ее не нарисуете. У вас толщина меловой линии. Я преувеличу немножечко. А тогда ничего не получится. Я немножечко преувеличу, кривизну, чтобы была ясна суть. То есть, поскольку Солнце притягивает сильнее, всегда к Солнцу должна быть обращена в угнутость лунной орбиты. То есть, оно должно выглядеть так вот. У меня есть точный расчет, я могу попозже картинку показать. Реально. Ну, это хорошо, прекрасно. Ну, понятная идея. То есть, вогнутость, вот эта часть траектории, это просто радиус кривизны больше, чем радиус кривизны Земли. Но вогнутость всегда в сторону Солнца. Почему Солнце притягивает сильнее? Есть такой закон, называется закон всемирного тяготения. Есть, конечно. Да.